О том, какие сюрпризы ожидают гости и участников 8-го международного кинофестиваля «Зеркало», организаторы рассказали журналистам на масштабной пресс-конференции в Москве. Каких-то кардинальных нововведений фестиваля не предвидится, но новшества все же есть. Например, впервые в качестве председателя оргкомитета выступит Павел Коньков. Фестиваль будет открываться в нашем уникальном городе в Плёсе, на котором будет две площадки. Одна закрытая в Левитанхоле и другая открытая, как всегда, на Дебаркадере, прямо на Волге, на нашей Великой Русской реке. Кроме этого, еще будет 8 площадок показа кинофильмов. Определенным своеобразием в этом году будут отмечены мероприятия в городе Юрьевец. Там будет открыта выставка Центра изучения архива Тарковского. Программа фестиваля пока сформирована не до конца. Некоторые моменты держатся в секрете. Но уже точно можно сказать, что состав жюри порадует даже самых искушенных киноманов. Все члены жюри представляют разные кинематографические профессии, разные страны, разные культуры. Но кое-что общее между ними все же есть. Все они женщины. Возглавит жюри блистательная французская актриса Фанни Ордан. Она, конечно, во-первых, красивая, очаровательная, умная женщина. Во-вторых, она очень, казалось, любит русскую культуру. У него есть спектакли по дневникам Цветаева. И она глубоко погружена вообще на удивление в наш культурный какой-то контекст. Актерскую профессию в жюри также представят гости из Португалии Изабель Рут. Менее известная, но имеющая не меньше заслуг перед кинематографом. Также войдет в состав жюри режиссер Мира Фарнай из Словакии. Ее фильм «Мой пес киллер» стал призером в «Зеркало» в прошлом году. Следующий член жюри – это Хайзи Джо Маркел, продюсер из Калифорнии, США. И последний член жюри, но не последний по значению – это хорошо знакомая нам, многим из нас, кинематографистам практически всем, Ситора Алиева, программный директор фестиваля «Кинотавр». Вот такой цветник прекрасных и талантливых женщин решит судьбу конкурсных статуэток. Тем самым организаторы хотели подчеркнуть, что не последнюю роль в кинематографе играют все-таки женщины. Зрители ожидают еще множество сюрпризов, таких как специальная программа видеоарта от Московского музея современного искусства или поэтический вечер с участием известной в молодежных кругах поэтессы Веры Полосковой. Открытие фестиваля состоится уже 10 июня. И лучше действительно один раз увидеть. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Москва.